Здравствуйте! В эфире программа «Азбука потребителя». С вами Мария Бодрова. Сегодня еще раз говорим о разделе имущества. Что делать, если нет средств оплатить госпошлину? Какой пакет документов надо собрать и стоит ли накладывать арест на имущество? Разберемся по буквам. Развод и раздел имущества идут бок о бок и приходят чаще к одному и тому же к скандалам. Главный предмет спора – это то, что было приобретено вами в браке, причем не обязательно, это только квартира. Под раздел попадают автомобили, техника, банковские счета. По закону все это делится пополам. И в этот момент как раз и начинается премия сторон. Очень уж не хочет один отдавать другому то, во что вложил свои кровные, потому один из больших супругов обращается в суд. Супруги в процессе являются противными сторонами – певцом и ответчиком. Правила, по которым стороны спорят, а суд разбирает, спор установлены гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации. Суд разрешает гражданские дела, ставя целью установления формальной, а не объективной истины. Госпошлина – это удовольствие достаточно дорогое. Ну вот для примера, если сумма свыше миллиона рублей, расчет госпошлины производится следующим образом. 13-200 – это сумма стабильная и плюс 0,5% от суммы, превышающей 1 миллион рублей. То есть не у всех есть такие денежные средства для того, чтобы оплачивать эту сумму. Что можно сделать в этом случае? Можно либо ходатайствовать перед судом о предоставлении отсрочки для оплаты госпошлины. Необходимо предоставить следующие документы. Если есть дети на иждивении, то есть, соответственно, свидетельство о рождении детей. Справку ЖЭО о том, что живете одной семьей. Справку 2НДФЛ о доходах, из которых будет видно, что денежные средства, получаемые стороной, к которой хочет обратиться суд, недостаточно для оплаты госпошлины. Если раздел имущества осуществляется только в рамках недвижимого имущества, можно взять справку из Бюро технической инвентаризации об инвентарной стоимости. Она в разы меньше, чем рыночная стоимость. К примеру, если рыночная стоимость квартиры составляет около 3 миллионов рублей, то инвентарная стоимость может быть 140 тысяч рублей. Исходя из второй суммы, уже можно рассчитывать госпошлину, которую реально оплатить. Госпошлину надо рассчитывать не от стоимости всей квартиры. Если вы делите ее пополам, то имейте в виду только то имущество, которое вы хотите приобрести себе после раздела, то есть половину. Также для обращения в суд потребуют оценку имущества. Эту сумму можно получить, проанализировав объявление в интернете. Если в вашем разделе фигурируют движимое имущество, либо денежные средства на счетах ответчика, либо супруга, то можно ходатайствовать перед судом об аресте данных денежных средств на счете, чтобы он в процессе рассмотрения дела гражданского не произвел отчуждение, либо движимого имущества, либо, соответственно, не снял денежные средства. Заявление подается о наложении ареста в день обращения в суд вместе с иском о разделе имущества. Рассматривается это обращение без вызова сторон. Суд выносит решение, на которое в 15-дневный срок может быть подана жалоба той или другой стороной. Срок подачи иска считается, что надо соблюсти трехгодичный срок. Он считается не с момента расторжения брака, а с момента, когда вы узнали, что у другой стороны есть имущество. Еще пример. Супруги расторгли брак 5 лет назад, а потом выясняется, что в момент брака ответчик приобрел какое-либо имущество, о котором вынес вам недухом. Для этого вам надо получить выписку из Росреестра, для того, чтобы определить, с какого момента у вас начинает течь четырехгодичный срок давности. Можно разделить имущество, даже находясь в браке. Необходимые документы. Все документы, которые имеются по недвижимости, договор о купле-продаже, подтверждающие, что сделка была совершена возмездной в период брака. Если есть решение судов, которые признали право собственности за ответчиком на какой-то объект имущества, выписки из банка о наличии денежных средств. Если нет документов на недвижимое имущество, можно взять также выписку из реестра по конкретному объекту квартиры, где будет написано, что собственник является ответчиком. Определяя объем имущества, вы считаете стоимость всего нажитого. Напомню, что определить эту стоимость можно, опять же, проанализировав рынок. И потом подаете в суд. Но суд может отступить от равенства долей. Это может произойти в случае, если затронуты интересы несовершеннолетних детей или ответная сторона не работала и не зарабатывала деньги на приобретение совместно нажитого имущества, а распоряжалась средствами не в интересах семьи. Возможно, также вместе с иском подать ходатайство об истребовании сведений из ГИБДД, из ГИМС о наличии плавных средств у ответчика, из Росреестра о наличии какого-либо имущества у ответчика. И, соответственно, включить это имущество уже в раздел и уточнить долю уже в другом эквиваленте. Вопрос с разделом кредитов и долгов супругов также связан с датами. Так, судьи не всегда учитывают погашение кредита, произведенное после развода и до подачи иска о разделе долговых обязательств. Продажа недвижимости после развода возможна без согласия бывшего супруга. Запретить отчуждение возможно лишь в судебном процессе. В лучшем случае можно будет взыскать половину продажной цены, которая общая практика замужения цели налоговой экономии, нередко в несколько раз ниже рыночной цены. О том, как вести себя в подобных ситуациях, то есть при разделе имущества в суде, мы расскажем в следующих выпусках. До встречи в программе «Азбука потребителя». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова